МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Контракты улицы и тротуары города худо-бедно справляются. А вот во дворах-многоэтажек ситуация будет хуже. В чем проблема? Не хватает техники, рабочих рук, управленческого таланта, совести, контроля. Об этом и не только в эфире программы «Кузнеца». Три выходных подряд у нас идут такие снегопады. То есть и три недели, как на наш взгляд, если мы говорим именно про уборку уличнодорожной сети, которая не заходя во дворы, лестничные пролеты, парковые территории, а именно улицы и тротуары. Подрядчики работают на полную силу. То есть мы понимаем, что есть техника, есть график уборки, который составляется в соответствии с тем, что сначала мы выходим на магистральные улицы, и в первую очередь убираются действительно крупные улицы, после этого переходят на второстепенные. И то же самое, что мы видели в эти выходные, да и в предыдущие, они убирают центральные улицы, переходят на второстепенные, но центральные улицы уже в снегу. 27 февраля у православных христиан начался Великий пост. Почему он называется Великим? Сколько продлится? С каким евангельским событием связан? Какие ограничения следует соблюдать во время Великого поста? И какие рекомендации можно дать тем, кто впервые решил поститься? Об этом в эфире программы «Беседка» рассказал священник, настоятель храма Святой Великомученицы Варвары в Пскове, кандидат богословия Антоний Афанасьев. Если мы взглянем в церковный календарь, есть такие подробные календари, в которых расписано, какой тип пищи принимается в тот или иной день, и в том числе в Великом посту. Можно столкнуться даже с такими формулировками, как сыроедение, то есть невареная пища, или вообще сухоедение. И это практики такого поста. Да, они вышли из монастырской ограды, потом распространились и в народе. Но к ним следует относиться осторожно и с разумением, прежде всего понимать, что пост, скажем, светского человека и пост монашествующего, они могут довольно сильно отличаться. На минувших длинных выходных одни отмечали День защитника Отечества, другие праздновали Широкую Масленицу. И хоть рассказывать сейчас о личной жизни у политиков и чиновников не в почете, некоторые все же так или иначе отметились в социальных сетях. Кто порадовал подписчиков музыкальными талантами, кто любовался природой, а кто занимался спортом, узнала Псковская лента новостей. Также не пропустите видеосюжет по ЛНТВ о состязаниях по силовому экстриму в Печорах «Сила дворов». В школах России со следующего учебного года появится должность советника-директора по воспитательной работе. Они должны стать друзьями школьников и уметь поговорить с ними на любые темы. От взаимоотношений со сверстниками до политической обстановки в стране. В школах к инновации относятся по-разному. Корреспонденты ЛНТВ вышли на улицы Пскова и узнали, что об этом думают псковичи. Пятерых проституток задержали псковские полицейские. Пять безработных женщин в возрасте от 23 до 46 лет снимали квартиры в разных частях города, где оказывали интим услуги за деньги. Псковички пояснили полиции, что такой путь они избрали из-за нехватки денег. Подробности на сайте МК в Пскове. Март – первый весенний месяц и для многих людей время позитивных перемен и радостных событий. Астрологи уверены, в начале нового сезона, когда Юпитер, символизирующий удачу, соединится с денежной Венерой, бумажники четырех знаков зодиака приятно располняют. Кого же в ближайший месяц ждет финансовая удача, читайте на сайте МК в Пскове. И о погоде в Пскове на завтра. В первый день весны днем будет облачно. С прояснениями температура от минус 4 до плюс 1 градуса. Ночью небольшой снег от 0 до плюс 1 градуса. Ветер северо-западный умеренный. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами до завтра. Ссылки на все материалы, упомянутые в выпуске, вы найдете в описании под видео. Хорошего вечера и до встречи на ПЛНТВ. Субтитры создавал DimaTorzok